Беляева Галина Николаевна, заместитель директора средней школы номер 34 города Могилёва. Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня все белорусы внимательно следят за эскалацией конфликта, разворачивающейся на наших южных рубежах. Я мама двух сыновей, моему старшему сыну 17 лет, и я думаю, что я выскажу точку зрения многих наших женщин. Нас волнует, чтобы вокруг нашей Беларуси сохранялся мир, чтобы была безопасность. У нас в памяти все еще Афганистан. И я лично знаю много семей, матери которых по сегодняшний день оплакивают, не вернувшихся своих мальчиков. А маме ей ведь все равно, 17 ему, или как тем, которым бы сегодня было 50, потому что это ее ребенок, и его гибель – это ее боль, это адская боль. Уважаемый президент, нас волнует вопрос, может ли случиться так, что наши ребята-строчники будут воевать на чужой территории? Спасибо. Отчасти я честно и откровенно ответил на этот вопрос, может, несколько ошеломляюсь, что он прозвучал этот ответ. Ну, правда есть правда. Что касается вашей боли, которая сквозит из вашего вопроса. Вы знаете, вы очень переживаете за своих двоих сыновей. У меня их трое. И вы знаете, что это за сыновья. Они прятаться никогда не будут за чужие спины. Если надо, пойдут. Но я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа. Вы в Украину упомянули. Упаси меня, Господь, воевать против этого народа. Где, может быть, и мои прапрапрапрапрадеда корни спрятаны. Нет такого. Я, мирный человек, таких приказов не отдаю. Когда мы будем воевать, я вам назвал эти два случая. Думаю, что это как исключение. И очень-очень надеюсь. Ну, сегодня почти уверен, что воевать мы не будем. Даже по причине этих двух случаев. А что касается вашей боли, я тоже искренне недавно признался. Когда мне пришлось миротворцев посылать в Казахстан. Кло 250 человек. Это были мои дети, не только ваши. И я молил Бога, чтобы они все вернулись живыми. Так и случилось. Хотя там подонки хотели, чтобы хоть один погиб, чтобы на этом хайп поймать какой-то политический. Поэтому не думайте, что у меня где-то здесь, здесь или вот здесь в голове мысль о том, что я должен отправить ваших и своих детей воевать. Нет. У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Если нас не будут убивать, придут убивать, получат на всю катушку. И на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны. Запомните это. И это будет так. Спасибо большое. Спасибо.